Здравствуйте! В прямом эфире новости в студии Илья Райшев. Коротко о главных окруженных событиях к этому часу. На каноне в Белоярском объявили победителя регионального этапа всероссийского конкурса «Педагог года Югры». На этот раз это почетное звание завоевал учитель истории и общества знаний Сургута Алексей Никитин. Отмечу, что Ковгренция была большая. Всего за звание лучшего педагога сражались 87 учителей из 22 муниципалитетов. Сам конкурс длился 4 дня. За это время члены жюри определили победителей в 9 номинациях. Например, лучший педагог-психолог, учитель родного языка, воспитатель года. Все призеры, занявшие первые места в своих номинациях, отправятся защищать звание уже на федеральном уровне. Педагог должен быть в первую очередь креативным, отвечать тем запросам, которые ставит перед ним государство. Он должен любить свою профессию, он должен любить детей и ответственно подходить к выполнению своей миссии. Добавлю, что заслуженные награды педагогам вручила губернатор Югры Наталья Комарова. Накануне она посетила Белорусский район с рабочим визитом. Кроме того, глава региона сообщила еще одну хорошую новость для победителей конкурса. Правительство автономного округа тоже не древнет. И мы приняли решение учредить специальную премию для учителей, представляющих наш регион. В финале всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог года» каждый победитель в своей номинации получит премию 1 миллион рублей. Призоры около 100 тысяч рублей. В Югре в отдаленных поселках успешно модернизируют первичное звено здравоохранения. В этом убедилась губернатор Юга Наталья Комарова в ходе своего рабочего визита в Белоярский и Октябрьские районы. Например, в поселке Сергийно врачебная амбулатория переехала в новое здание. Раньше учреждение находилось в ветхом деревянном доме. Теперь здесь работают педиатрический, фельдшерский, терапевтический, процедурный, стоматологический и физиокабинеты. А в поселке Лыхма Белоярского района врачебная амбулатория была полностью отремонтирована. Благодаря этому удалось расширить площади для пациентов и добавить несколько врачебных кабинетов. Отмечу, что в этом году в Югре проведут еще 14 капитальных ремонтов, построят два ФАПа и шесть амбулаторий. Вы еще и к нам приехали из другого региона, то есть по земскому доктору, да? Да, по программе «Демский доктор». Получилось? Все, да, все, вообще не очень. Все как вы рассчитывали? Да. А нам нравится? Да. А кто? Доктор, с опытом. В Югре планируют дополнить стандарты обслуживания в МФЦ. Об этом говорили сегодня на заседании окружного правительства. С инициативой выступил региональный департамент экономического развития. Новые правила работы с заявителями внедрят в сектор получения услуг в электронном виде. Так, сотрудники многофункциональных центров должны оказывать помощь посетителям при регистрации на портале госуслуг и консультировать их о возможностях цифровых сервисов. Еще один вопрос, который рассмотрели члены правительства, касался внесения изменений в действующее соглашение между Российским Министерством внутренних дел и правительством региона по материально-техническому оснащению полиции. Срок действия документа продлевается до 2025 года и предполагает дополнительное приобретение навигационного оборудования, видеорегистраторов и служебного транспорта. К инциденту в Сургуте подключился Следственный комитет. Напомню, накануне в интернет-пабликах появилось видео, на котором супружеская пара устроила потасовку с чужим ребенком. Все произошло неподалеку от школы. В УВД с Сургута подтвердили, что мать пострадавшего мальчика написала заявление в полицию. Участников происшествия допрашивали для выяснения всех обстоятельств. К делу подключился следком. Отмечено, что ситуации предшествовала ссора ребенка с сыном этой супружеской пары. По данному факту, по поручению руководителя следственного управления, следственным отделом по городу Сургут проводится процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение. Ход проверочных мероприятий поставлен руководителем следственного управления под контроль. Весну в Югре и связанные с ней коммунальные проблемы обсудят в прямом эфире. Сегодня в 14.00 состоится онлайн-встреча Натальи Комровой с югорчанами. Будут говорить о качестве уборки снега и состоянии улиц, домов, дворов и крыш. Отмечу, за март Центр управления регионом уже зафиксировал около 200 обращений югорчан по поводу уборки снега в городах округа. Также на онлайн-встречи дадут ответы по вопросам безопасности во время весеннего половодия и профилактики сезонных заболеваний. Примор-эфир состоится в аккаунтах Натальи Комровой в социальных сетях. Югорчане смогут улететь в Казань и Томск. С апреля открываются новые направления. Так, в летнем расписании авиакомпании «Руслайн», рейсы из Хантамансийска в Санкт-Петербург и в Казань. По этим направлениям можно будет отправиться в путешествие по понедельникам и субботам. В эти же дни стоят обратные рейсы. Также в летнем расписании полеты из Нижневартовска в Томск и в Екатеринбург. Также в Екатеринбург можно будет долететь из Белоярского. В расписании эти рейсы стоят по средам и субботам. Эти маршруты будут действовать с апреля по октябрь. Югорчан будут перевозить 50-местные самолеты. Югорчане вывели новый сорт клюквы. Назвали ягоду тоже по-югорски «вагулка». За основу нового сорта взяли болотную дикорстущую клюкву с опытного хозяйства юрты Чайниковых Хантамансийского района. Вагулка сохранила все полезные свойства дикой клюквы. Кроме того, она стала выносливой, не боится морозов, болезней и вредителей. К слову, опыты по выводу нового сорта проводились с 2019 года. За это время югорчане показали урожайный потенциал округа и отличные перспективы для промышленного выращивания. Кроме того, вагулку включили в государственный реестр селекционных достижений, а патент оставили за югрой. В Советском появился аудиогид. Проект посвятили 55-летию городского поселения и 60-летию района. Идея пришла специалистам Центра социально-культурных инициатив «Скрепка». В ближайшее время у главных объектов Советского появятся таблички с QR-кодами, отсканировав которые, можно будет узнать много интересной и полезной информации. Специальное приложение разработали совместно со студентами Советского политехнического колледжа. Сейчас на стадии завершения оформления информационных стендов. Их установят у путеводной сосны, самолета, танка, памятника Ленину, мемориала, наказ матери и около других важных для города мест. Таблички также планируют поставить в учреждениях и предприятиях города. Добавлю, что инициативу некоммерческая организация воплотила с помощью субсидий из бюджета Советского района. На реализацию проекта выделили 200 тысяч рублей. На каждом этом объекте будет размещена информация о том, об этом самом объекте, то есть когда был создан, для чего, то есть для ознакомления с данной информацией гостей нашего города, молодежи, потому что, наверное, мне кажется, не все знают о нас, молодые люди, из чего начинался Советский и какие значимые наши объекты здесь существуют. Сургутские моржи получили президентский грант на проект «Через холод к здоровью». Он нацелен на обучение новичков и уже опытных зимних плавцов. Как поясняют авторы, для качественного моржевания необходимо изучить технику безопасности, освоить умение держаться на воде и иметь познание о физиологии человеческого организма. А для тех, кто регулярно участвует в различных чемпионатах по зимнему плаванию, руководители клуба предусмотрели регулярные занятия в одном из сургутских бассейнов. Президент нас поддержал в сумме 500 тысяч. Да, наш проект, конечно, стоит гораздо дороже. Здесь мы подключаем самофинансирование, поддержку с нашей стороны, наш вклад. Что у нас заложено? Во-первых, заплывы. Два заплыва, трехчасовые, шестичасовые. Уникальные вообще мероприятия, где люди безостановочно плавают три часа. Трое сургутян будут представлять нашу страну на чемпионате мира по шахбоксу, который пройдет в октябре. Этот гибридный вид спорта, в котором соперники поочередно играют в шахматы и боксируют. Есть еще его разновидность – шахбокс-фит. В нем вместо раунда боя спортсмены должны нанести как можно больше ударов по груши. Лучших российских игроков в двух этих дисциплинах выявили на минувших состязаниях в Санкт-Петербурге. Сборная сургута на этих соревнованиях состояла из четырех человек. Домой ребята привезли восемь медалей, четыре золота, два серебра и две бронзы. И, конечно, получили путевки на чемпионат мира. Мы поедем в Италию на мир. Достаточно на России было сложно. Можно сказать, с божьей помощью выиграла первый бой. Ну и два первых места привезла. Порадовала и тренеров, и всех, можно так сказать. Я впервые поехала на шахбокс-фит. По шахбоксу у меня первое место, по шахфиту второе, потому что весе попалась одноклубница только из-за этого. И, в принципе, эмоции прям такие вау. Впервые в Питере произвела. Я вообще шахматист. Десять лет назад был чемпионом ХМАО до 18 лет. А тут случайно получилось, что президент Федерации по кикбоксингу мне набрал. Говорит, я слышал, что ты шахматист, нам нужен команду. И вот меня взяли. Я был единственный шахматист, кто поехал туда. Ну, именно база шахматы, а не бокс. Газпром Югра победитель первенства России по мини-футболу. Речь идет о спортсменах, которые не старше 18 лет. Финальная часть турнира прошла в Нижегородской области. В финале нашей команде противостояла Виссинара из Екатеринбурга. Наши футболисты в упорной борьбе взяли верх над соперником со счетом 2-1. Отмечу, что у Газпром Югра выступала по ходу поединка сценария, но смогла вырвать победу. Реабилитировалась команда Андрея Дюрягина во втором тайме, забив два гола. Притом победный гол югорчане забили за две минуты до конца матча. Победу команде принес Артем Сергеев. По итогам турнира югорчане получили две индивидуальные награды. Артем Сергеев стал лучшим защитником, а Константин Шуклецов выиграл гонку бомбардиров. Отметим, что и наставник команды был отмечен по итогам турнира. К этому часу это все новости от моих коллег. В студии был Илья Райшев. Всего доброго.